Привет, мир! Это Камрад Адамни и новый кодинг-гейм про программирование робо-майнеров. Революция сайбернативной революцией и позволить роботов разъединяться в пролетарийном движении. Они, конечно, присоединятся к нашему коммунистическому движению и организуют революцию, но для начала нам нужно узнать, как они управляются. Значит, вот первая миссия, только записи салса. So this is the first mission, only start recording this game as for Android Play Market. Я нашел эту игру на Android Play Market, и нигде в интернете не видел, чтобы кто-то проходил, кроме меня. So nobody played this game before me, and that's nice that I'm first in the world. Start the engine. Запускаем двигатель. We start with the hands-on exercise. We use JavaScript S5 or S6 to program the vehicles. You have to start the engine, move forward a bit, then stop the engine. Мы запускаем двигатель. Для этого используем JavaScript S5 и S6. Для начала нам нужно запустить двигатель, потом двинуться вперед и выключить двигатель. Tap the code editor in the garage. Называем на редактор кода в гараже, вот такая кнопочка. Then write, then complete the main function with the following line. Потом вносим вот такую команду. We call engine on. Машина, запустить двигатель переводится, да, через точку. Ну, в программировании есть такая привычка писать обычные слова через точку. Объясню. Программирование по-английски называется coding. Coding – это шифрование. И оно происходит из военного шифрования и служит тому, чтобы какие-то простые вещи превратить в более сложные и тяжелые, чтобы противник не смог скопировать код, не смог грамотно запустить его и прочее. И эти традиции продолжаются и в гражданском программировании точно так же. Поэтому мы можем видеть множество таких странностей в программировании, которые вроде кажутся такими… Почему они такие есть? Для того, чтобы все выглядело сложнее. И вот, допустим, вместо того, чтобы обычное английское предложение сказать «vehicle.engine.on», да, без точек, делают… А ведь это можно сделать, потому что пробел – это точно так же просто символ, просто у него определенные коды, все. Но они делают «vehicle.engine.on» и открывающие-закрывающие скобочки внутри. То есть они это шифруют. И вот странные символы, странная грамматика – это один из способов. Когда, понимаете, каждый способ, который вот усложняет чтение текста, он как бы, ну, простенький. Но когда их много, когда их более десяти, там, двадцати разных таких штук, да, когда счет специфические вещи делает, это уже становится сложно. И более того, ну, мало кто захочет этим разбираться, потому что это так сложно. То есть это отсеивает уже много людей, да. А также возможны ошибки из-за взаимодействия всех вот этих двадцати разных особенностей, которые все нужно учесть вместе взятых. Вот еще вам одна сложность, да. И такие сложности, то есть все вот эти сложности, которые стоят в программировании, они искусственно созданы и специально. Благодаря изучению программирования, собственно, мы учимся преодолевать эти сложности. Поэтому, надеюсь, вы понимаете это. So, I'm explaining this coding is actually made specially hard in order to distract majority of people and not to use that, so the enemy could not copy the code and use it. And, like, if he'd copied it, it would waste much more time than original developers. And the cases, the coding came from the military ciphering codes and, like, ciphering messages. So, that's why it is so hard and those weird stuff is going on. Like, one weird stuff, you can understand, you can know that. Like, when it is twenty or more, that becomes hard, because they coin-trak with one another and you need to figure out that. And that's what you need to decipher. So, knowing programming, knowing how to code, that's actually deciphering the simple commands that are behind all of that. So, I'll tell you, I'll tell you, that your sate is quite simple. You can explain what happens in the words, but the sate of programming is to say, that the simple commands, the simple commands, the simple commands, the simple commands. So, what do you mean? That's the way you are. That's the principle. So, you can't imagine, according to a machine, like a kid, you know, or, you know, whether they are silly, you'll get it. You give a face-to-face, you're the lead-to-face, you're the correct. You go, you said in black, you get a war. You're the Eagles. You have a long-term, you're the right-to-face. You're the right-to-face. You've got the right-to-face, you're the right-to-face. So, you're the right-to-face... You're the right-to-face. You need to fix the command. команды. Например, включи экран, покрась его в черный цвет. Теперь в левом нижнем углу 10-15 сантиметров рисуй зеленый треугольник. Закрась его полностью. Сверху зеленого треугольника желтый кружочек нарисуй. На желтом кружочке букву N. А теперь перемести вот это все в координаты такие-то, такие-то. И другой объект нарисовали. Перемести их туда. Все это достаточно так просто. Оно усложняется только вот этими дебильными синтаксисами, дебильными знаками запятых и прочими. Вот этими сложными конструкциями. И сломанной математикой, которой нужно учитывать много подводных камней. Например, когда не целые числа с запятой, там нужно специальные функции использовать, чтобы обнулять конец, иначе накапливается ошибка и неправильные цифры показывают. И таких на самом деле особенностей подводных камней, которые надо знать. Это и есть суть программирования. Но мы пока начинаем с простого. Vehicle Engine On. Это машина, двигатель запустить. Вот так вот это буквально переводится. То есть ничего сложного в этом нет. Но между словами ставятся точки и в конце скобочками закрывается. Finally press the Run button at the bottom. Потом нажимаем кнопку запуска. To-do list. Это что нам нужно? Start the engine, stop the engine. Включить и выключить двигатель. So we can see the tutorial video. Мы можем даже видео посмотреть. Completed missions. Завершенные миссии. Welcome. Hi, I'm Rob, your mentor. Welcome to beginner training. And thank you for signing up in the communist movement Cybercommunism. You will learn how to use a robot mining vehicle to mine minerals. Привет, меня зовут Роба. Приветствую тебя в тренинге профкома и компартии киберкоммунизма. Мы будем учиться программировать роботов-шахтеров чтобы добывать минералы. This is mission panel. Here is what you need to do. Вот у нас задача миссии. Вот что нужно делать. Behind this panel you can find your garage. Take a look around and come back here to know what's next. В общем, посмотри гараж и приходи дальше будем разбираться. So, ok. That's the mission. So, that's the garage. Вот у нас гараж. Let's go. Can we go somewhere? А можем ли куда-то сюда перейти? No, only this code the command working. Только вот эта команда кода. работает. Open up. Открываем. Function main. Основная функция Start Engine here. Здесь включаем двигатель. What the hell is this? Что это такое? I like copy the other code. Да я другой код скопировал. So, this is the code. For programming the mechanical bot. Вот у нас и код получился, да. Этого самого механического робота. Копирует. So, I will check it off. Я все вот это скопирую. Copy it. And now I will paste it here. What the crap? Да твою ж мать! Снова это. Я что-то не понял. Что за херня? Оно что не копирует? So, it's not copying? I don't get it. So, так. Copy. Копировать. Okay. Paste it here. Сюда вставляем. Now turn on. Теперь включаем. On. Okay. On. We are turning on. Мы включили. Let's run the code. Запускаем code. And what's gonna happen? Что у нас произойдет? Okay. So, our bot is now running on. Теперь наш bot заехал. That's a crate cart, actually. And like five years ago, I've predicted that there would be automated mechanical bot crates in the shopping malls. Like they should appear already. Or maybe like in five years. В общем, пять лет назад я предсказал о том, что должны появиться вот здесь, собственно, пример, да? Почему я это вспомнил? Эти самые тележки магазинные, роботизированные, которые сами передвигаются, может даже загружаться и разгружаться смогут, да? Но, по крайней мере, первые варианты, которые сами погружаются и разгружаются. Пока таких еще в реальности нету, по крайней мере, я не знаю, где они есть. Но ближайшие, я думал, уже вообще они должны появиться. Но, наверное, через пять-десять лет уже будут, да? Great job. Keep up the good work. Отлично. Продолжай в том же духе. Add a drill. Добавить бур. To dig underground, your vehicle needs a drill. Чтобы копать, тебе нужен бур. Я думал, лопата или копалка. Go back to the garage. Возвращайся в гараж. Select the drill category. Выбери этот самый дрель. Then add the first mechanical drill to your vehicle. И добавляй механический дрель на своего бота. What a hungry beast. Какой же он зверь. Add the first mechanical drill. Добавляй первый. Добавляй первый механический дрель. Start engine. Так, это у нас двери. Это у нас предыдущая миссия. Go to drill. В дрель заходим. Mechanical. Механический. Rotary head. Крутящаяся головка. Fuel drill. Топливо один. Silent. Тысяча у нас вес. Max hardness. 350. Прочность 350. Okay. Add. Добавляем. Here we go to the drill. А вот у нас дрель. Congratulations, you have completed the mission. Поздравляю, ты завершил миссию. Check the weight. Проверь вес. Excellent. You have a drill. Отлично, у тебя есть дрель. It's time to check if those small wheels can support the weight of the drill head. If the vehicle is overweight, it will move very slow and consumes much more fuel. Let's check the weight of your vehicle by one of the following. В общем, нужно проверить теперь массу нашего робота. Если слишком тяжелый бур, то он будет двигаться медленно и пожирать слишком много топика. Tapping on the image on the garage or selecting vehicle info menu. В общем, проверить open vehicle info panel. В общем, нужно посмотреть на нашего, этого самого, ну вы поняли, да, на нашего робота. Okay, so we can go to equipment, оборудование, 5,000, 5,000. Movement, передвижение, fuel, топливо. Fuel storage, I don't need that. Это не надо. Wheels, колеса, 4 and 4, 4 на 4. Okay, cargo space. So we need to select the vehicle, нужно выбрать робота. Fuel storage, 40, 40 у нас литров топлива, наверное. Fuel action, потребление 1,3, so okay, it's used 1,3 liters per action, I don't know. Cargo capacity, вместимость 50, so he has 50 or something. 50 чего-то. Equipment space, место 4, equipment size, размер. Weight, 3,440. Вес 3440, weight, limit, ограничение 3000. Okay, so the limit is 3,000, I guess, kilos, so it's 3 tons. 3,5 tons, now weight, теперь весит 3,5, durability, 100. Выносливость 100. Okay, so mission complete. Миссия завершена. Upgrade the wheels, улучшим эти самые колеса. Damn, we have to upgrade those wheels to bear the weight of that heavy drill head. Нам нужно улучшить колеса, чтобы, собственно, все осталось хорошо. Okay, okay, okay. Так, я понял, колеса улучшить. I'll... Let's upgrade the wheels. Ну, давайте улучшать колеса. The movement, whereas these wheels, где у нас колеса 4x4, 4x4. Let's upgrade to level 2. Улучшаем к уровню 2. That's not the nicest you know thing. Это не самое лучшее меню и удобство. So, I don't think... So, those, you know, the menus and how its style looks are... Actually, it's not that entertaining. Вот скажу, внешний вид, как это все выглядит, да, она больше похожа на какую-то программу, чем на игру. И сказать, что это что-то суперкрутое, знаете, как поделка на коленке. Вот как выглядит пока эта игрушка. So, this game feels like, you know, this is made in garage. It looks more as a program, not at the game. Да, то есть, больше похоже на программу, чем на игру. Okay, we have a drill. У нас есть бур. But how to use it from code? Ну, как его использовать при помощи кода? Most parts add callable functions in the vehicle API. Большинство частей добавляют функции в приложение, ну, в интерфейсе робота. Do you know this app is called a show you do, or just open the guide from the main menu? Знаешь, как вызывать эти функции? В общем, если не знаешь, открывай инструкцию в меню. Open the guide. Посмотри руководство. Okay, so where is that guide? Где у нас руководство? Now, that's bad. That's really bad design. Очень плохой дизайн. Like, many menus, submenus, and you don't see actually the game graphics. You see the menus. So that looks more like a program with a picture of a bot. В общем, знаете, все вот это напоминает мне вот просто программу, да, где вот нарисован какой-то ботик. И все. То есть, ну, на самом деле, там есть игровой элемент. Мы вот по арене будем ездить там, собственно, в уровне проходить, выкапывать шахты. Но вот весь интерфейс и все, первая презентация в этой игре полностью провалены. Оно выглядит не как игра и развлечение, а как какая-то серьезная программа. So yeah, the presentation of this game definitely fails because it looks like a serious program and not an entertaining product with educational features. So that's bad. Это плохо. Vehicle is game. Техника и игра. Learn how to control your vehicle. Vehicle dig down. В общем, узнайте, как управлять свою технику. Типа машина, копай вниз. Или копай down. В общем, ваш робот использует бур, чтобы копать внутрь. Vehicle dig forward, копать вперед, dig down. И можно копать вниз. Okay, copy to clipboards, копировали. Next mission, следующая миссия. Dig some dirt. Немного грязи покопаем. Now extend your code, so the vehicle dig as long as it runs out of fuel. Try out the drill's RP code as you like. Run your RP, use the drill calls. Okay. Okay, so there is... There is video over here. А, так у нас есть и видео тут. Okay, let's see that. That's managed inside the game, but that's video. Сделано внутри игры, но есть видео. Oh, there is even talking something. Они даже что-то говорят, but that's so calm. Но это так тихо. So let's turn the sound off. Просто выключим звук. Now I turn. You hear something? Вы слышите что-то? Okay, so copy that, paste, paste, paste. Вставили. Let's loop variables. Это у нас циклы переменные, so... Where is code? Где у нас код? So we need to dig. Нужно копать. Let's try to do that. Ну давайте таки постараемся сделать. There would be, again, some crap. Снова какая-то херня будет. Yeah! Yeah, as always. Да, как всегда. Oh, dig down. Да, копаем вниз. Execute the code. Исполняем код. And let's see how it works. И смотрим, как это все работает. Has grown? Try something else. Отлично. Твой опыт вырос. Попробуй что-нибудь еще. We can do that multiple times. Это типа множество раз можно сделать. They did not explain the cycles yet. Они пока циклы не объяснили. So, how far we go? Как далеко мы пойдем? There is no cycles yet. Пока циклов нет. And explanation and the interface is awful. Объяснение и этот самый интерфейс просто ужасно. Вот я серьезно вам скажу. Ужасно. So, let's close that stuff. Давайте закроем это все. Now, let's run. Ну что, запускаем. And you go. И погнали. So, и так. Fast results. Your experience hasn't grown. Не вырос ваш опыт. Offers предложения. Okay, so, what do we need to go? Что нам нужно? Сенсоры, сенсоры. Computing. Вычисление. Let's see the guide. Давайте. Руководство drill. Well, yeah, we are like drilling. Да мы же и это самое будем. Copy, paste. Вставить. Console. Where is like infinite loop? Где у нас бесконечный цикл? That's what I want. We should learn programming. То у нас как программировать. Visit learning site. Обучающий сайт. Also, there is no like explanation. Там нет у нас никакого объяснения. Okay, dig some dirt. Немного выкопать грунта. So, we need to watch the video. Нужно видео посмотреть. Let's go. Ну, давайте посмотрим. Okay, dig down, dig down. So, that's multiple repetition of actions. Множество. Okay, repeat. Vehicle dig down five times. Пять раз. While. Oh, so there is while. Так у нас есть цикл. И пока. And what condition can be. Каком может быть. Now, interfaces is awful here. Интерфейсы просто ужасны в этой игре. Вот, вот, серьезно. Ужасны. It looks, when you actually see the result of programming, that looks nice. But when you're coding, that's awful. Interface structure. Вообще, у интерфейсов ужасающе выглядят. Кошмарно просто. Это нагребождение всякой ерунды, блин. Ерундистики. И она выглядит только хорошо, когда, собственно, выполняется код. Считаем, пока счетчик плюс, меньше пяти. Okay, so they are, show the iteration of cycles. Не показывают, этот самый, итерации циклов. For loop, цикл пока. Can we do the repeat thing? Можем ли сделать повторение, sir? Let's use the for. Давайте у нас стандартный цикл for. For let i equal 0, i i plus plus. Ну что, давайте выполнять. Let's go here. Давайте здесь. Delete all this. Это все удалим. No, one. Okay. Let down, один остался. So, here we go. Так, тут пошли. For. Let i equals 0, пусть i равняется нулю. И less than 100, меньше чем 100. i plus plus и плюс плюс. So, we're doing this stuff. Мы делаем вот эту штуку. Close parentheses. Закрыли. So, that should go. Должно пойти. Syntax is error. Ошибка. So, syntax is error on i. У нас что-то неправильно с i. Let's check the video. Давайте посмотрим видео. So, can I go back? Можно ли назад вернуться? No, like... No, that's right thing. Это все правильно. I need to figure out how to... So, you see, this awful. Это ужасно. I expected better. Я, на самом деле, ожидал лучше. So, let's go here. Interface is overhearted. And you don't need the needed stuff when it's needed. В общем, интерфейс здесь кошмарный. Он выглядит кошмарно. Им пользоваться кошмарно. Он нету под рукой то, чего нужно. То есть, тебе нужно какие-то... Искать субменю, подменю. Смотреть какое-то видео, чтобы разобраться в элементарном вопросе. Это кошмарно. So, yeah, that's awful. And you know, that's like the flag educational programming game for Apple devices. И вообще-то, вот эта игрушка по программированию, она как бы флагманная, одна из ведущих игр по программированию на телефонах Apple. После этого мне только меньше хочется пользоваться. So, let I... Okay, semicolumns. Ага, у нас кавычки. Okay, got it. Понял. So, we need to put the semicolumns. Нужно кавычки ставить. No, not this. Не вот эти. But, like, here. Вот так вот. And here we go. И вот тут вот точка запятой. The syntax is totally right. The syntax is полностью правильный. E equals zero. И равняется 0. Okay, let. Давайте вот так вот. Like that. That's... That's... Oh, crap. And typing is awful here. Печать здесь тоже ужасно. So, run. Запускаем. Okay, everything running. Все запущено у нас. And start working. Я начал работать. So, yeah, we are digging. I don't know whether I will record another video in this game. Я даже не знаю, буду ли я дальше выполнять видео по этой игре. Okay, I completed the task. Да, я вроде закончил задачу. Okay, let's give 100. Давайте 100. So, it should end somewhere. Ну, где-то же оно должно закончиться. Or sometimes. Или когда-либо. So, you see, this is okay. This looks fine. Ну, тут вот выглядит нормально. То есть, тут это да, прикольно сделано. Но все остальное ужасно. Like, make the interface, the menu, around this screen. Like, and that would be a good solution. And that would be a normal game. But instead, you created a nightmare, a creepy, the most creepy and the most of all menus ever in the history of all games that I know. В общем-то, ну, сделали бы меню вот вокруг вот этого интерфейса. Вот у нас бурит. С одной стороны, там у нас руководство, с другой командой, там шоппинг, прочее можно сделать, да? Ну, можно же сделать, нормально. Но нет, они сделали самое ужасное. Это, знаете, вот я, наверное, увидел самое ужасное интерфейс из всех игр, которые я встречал. Хуже этого я, по-моему, не видел. Ну, наверное, по уровню хреновости интерфейса может сравниться разве что, наверное, вторая цивилизация, и мне тоже было так все хреново, да? Но здесь ужасно. Окей, let's go next mission. Следующая миссия. But that would be in the next episode. Но это мы уже видим в следующем эпизоде. All along and prosper. Живите и процветайте until the next episode. И до следующего эпизода, товарищи. On the cyber revolution and the victory. Только кибер-революции только победят.